Экология сегодня одна из наиболее актуальных и обсуждаемых тем. Дома, в транспорте и на работе. Но говорить про экологические привычки не значит сортировать отходы. Тем временем в Башкирии есть города, где в этом жителям активно помогают власти и предприятия. Один из них – Благовещенск, который, по словам министра экологии Башкирии, является лидером в обращении со вторичным сырьем. У нас республика Башкортостан богата на различные направления в части экологии. Я отметил город Благовещенск ввиду того, что здесь планомерно ведется работа по формированию позитивной и положительной экологической культуры среди населения. Жители готовы сортировать мусор. И задача государства – создать инфраструктуру для того, чтобы в каждом дворе был контейнер для сбора вторичных отходов, чтобы эти вторичные отходы направлялись на мусоросортировочный комплекс, и в дальнейшем уже это все перерабатывалось. 31 октября в Благовещенске открылся первый в республике экодом. Пространство, где жители и гости города смогут поговорить об экологических привычках, разобраться в системе сортировки отходов и сдать вторичное сырье на переработку. Мы можем проводить различные мастер-классы, лекции, беседы с гражданами, с населением для того, чтобы сделать привычку к пластику более экологичной. И вот здесь находится ряд оборудований, где ребята могут прийти с использованной бутылкой, разделить ее на составляющие части, крышку раздробить и на экструдере выплавить другие предметы быта. Например, вот замечательный брелок мы сегодня сделали. Уникальность экодома еще и в том, что здесь принимают не только PET, но и другие виды пластика. Кроме того, сам экодом в будущем может стать и просто местом, куда людям будет приятно приходить не только для сдачи отходов, но и для общения и просвещения. Особое внимание здесь уделяют детям. Очень много сейчас информации по экологическим проектам, по теме раздельного сбора мусора, по сортировке отходов. Но не все жители готовы реально приступить к таким делам. Поэтому мы начинаем с детей, с образования. И у нас в каждом учебно-образовательном учреждении сейчас есть контейнеры раздельного сбора мусора, установлены сетки для сбора пластика. И в дальнейшем мы показываем через Кванторию, теперь будем показывать через Экодом вторую жизнь данного пластика. Причем все эти шаги уже сегодня дают результаты. Контейнеры для сбора бутылок около школ практически никогда не пустуют, как и Кванторию, и новый Экодом также станет местом притяжения. Ведь уже сегодня молодое поколение интересуется второй жизнью пластика. Я записалась к Оксане Александровне в Кванторию. Показала, как с помощью термопласта автоматы перерабатывать крышки. Экологией важно заниматься всем всегда. Это не очень сложно, если желание у человека есть. Сегодня одним только прозвещением добиться реальных результатов в ресеклинге довольно сложно. А потому в день открытия Экодома в Благовещенске также подписали соглашение между Полиэфом, Минэкологией, Администрацией района и спецавтохозяйством города. Переработка пластика в районе выйдет на новый уровень. В рамках устойчивого развития компания Сибур и Сибур Полиэф, в частности, которые присутствуют на территории Благовещенского района, запустили мощность по переработке в Турасвия, в том числе пластика ПЭТФа. И вот с точки зрения развития не только своих мощностей, но и регионов присутствия, мы как раз говорим о создании таких центров, где мы сегодня находимся. Собранные в рамках новой программы и посредством работы Экодома пластиковые бутылки в Благовещенске станут вторичным сырьем для производства новой упаковки для пищевых продуктов. Цепочка будет выглядеть так. Переработкой пластикового вторичного сырья займется Буматика. Затем очищенная флекса поступит на Полиэф, где будут производить ПЭТ-гранулы, предназначенные для изготовления пищевой упаковки с добавлением переработанного пластика до 30%.